2 декабря на территории экстрим-парка Урам пройдет молодежный фестиваль уличных культур, который позволит детям и подросткам в возрасте от 6 до 20 лет, только начавшим заниматься экстремальными видами спорта, проявить себя и показать отработанные на тренировках навыки. Среди представленных на конкурсе направлений – скейтбординг, самокатный роликовый спорт, BMX, а также паркур и танцы. Для каждого желающего посоревноваться в одном из этих видов спорта будет организована секция. В завершение компетентные жюри по достоинству оценят участников. Это детский фестиваль уличной культуры. У нас на протяжении двух месяцев проходили различные мастер-классы для ребят, для тех, кто только впервые знакомится с экстремальными видами спорта и современного творчества. Мы собрали около 500 участников и сейчас, 2 декабря, у нас предстоит финальный фестиваль, в рамках которого ребята покажут все, чему они научились. И этот проект проходит при поддержке движения первых. Мы выиграли грант, и вот благодаря этому гранту реализуем данный проект и привлекаем тем самым в наше сообщество не только молодежь, но также и подростков, и детей. Техника экстремальных видов спорта намного сложнее, чем кажется большинству. Например, одним из основных направлений в экстриме считается паркур. Он имеет свою специфику, так что на первый взгляд элементарные трюки на самом деле скрывают за собой годы упорных тренировок. Для этого спортивного направления необходимо развитие акробатических навыков, которые позволят выполнить элементы правильно и получить высший балл на соревновании. Это касается и других видов экстрим-спорта. В скейтбординге, например, могут снять балл за неправильную постановку стопы на доску. Паркур, как вид спорта, в нем есть несколько категорий, так сказать. Это фристайл, фриран, есть скиллз, где определяются навыки, это относительно недавно зародился, и есть спидран, это просто пробежать трассу на время. У нас будет в детской категории это скиллз для тех, кто помладше, там без особой акробатики, потому что те, кто помладше, они не очень владеют своим телом, поэтому им сложно с акробатикой. У них будет скиллз, то есть там ставятся какие-то задачи, задания отдельные, какие-то такие связки не очень сложные. Участие в фестивале абсолютно бесплатное. Главное не бояться, ведь соревнования проводятся для любителей, а это значит, что сражение за первенство будет проходить на равных. Состязания организуются в рамках крупного проекта, где для детей и подростков сначала проводили мастер-классы, на которых обучали азам и тонкостям культуры уличного спорта. Генеральным партнером выступает молодежное движение «Движение первых». Валерия Карташова, Аделя Файзулина, Универ Новости.